Мы несем сюда свет Евангелия людям, чтобы люди здесь перестали грешить. Тут такое безумие творится на этой рулетке. Мы считаем Евангелие, Псалтырь, говорим о Боге. Очень мало людей, которые хотят слушать. Я атеист, девчонка, я сатанистка. Я говорю, умирать будешь, что тебя демона-то понесут в ад. Ты будешь знать тогда? А как считаете? Вот если старую Библию читать, то там грехи были одни. А сейчас, я думаю, грехи надо переписывать. Смотрите, пожалуйста. Да. Нет, грехи те же самые остались, только название другое дали. Ничего там другого нет. Апостол Павел перечисляет такие грехи, в которые абсолютно все вписывается. Вот я вам открою сейчас Библию. И вот вы скажете. Я читал, читал. Ну, может быть, это, считали-то считали, но вы бы сказали, что другие грехи. А вот мы сейчас посмотрим, какие они другие. Я имею в виду, если там читать в старой, то там вот, ну, что не действует, то грехи. Тут описано, то, как будто сегодня утром написано было. Послание апостола Павла к римлянам. Вот. Здесь прямо говорится. Так, мне тут трудновато видно. Я сейчас лампу подверну. Вот вы слушайте и скажете. Так, это первая глава с 26 стиха. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили тварью вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественным употреблением противоестественным, лесбиянке. Подобные мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Гомосексуализм. И как они не заботились иметь Бога в разуме, такие люди сегодня, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены, двоеточие, на пальцах заряжаются. Смотрите. С чему исполнены? Исполнены всякой неправды. Значит, это сегодня? Блуда. Лукавство. Корыстолюбие. Злобы. Исполнены зависти. Ну что, куда оно делось? Убийство. Распри. Обмана. Злонравия. Злоречия. Матерщина и прочее. Клеветники. Богоненавистники. Обидчики. Самохвалы. Ну, депутаты избирают. Каким они себя показывают-то? Горды. Изобретатели на зло. Непослушные родителям. Ну, что, дети послушны сегодня? Безрассудны. Вероломны. Нелюбовны. Непримиримы. Немилостивы. А они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Что другое-то? А то как утром написано сегодня было. Так это только одно. Я прочитаю там послания Иакова. Другие. Нет, нет, нет. Это не другое. Я имею в виду то, что сейчас происходит, грубо говоря, это постоянно один грех. Ну, да. Забройтесь. Так, все, ладно. Я сейчас это, минуточку, дверь закрою. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Мы пришли сюда людям рассказать о Боге, потому что тут столько безобразия. Половина мужиков раздетая валяется, никому не нужная, невостребованная. Это понятно, не надо зацикливаться. Женщины... Кто сюда заходит, они не знают, зачем заходят. Они знают, они ищут, показывают органы, совокупляются, безобразие. Конца края нету безумия. Они знают, за этим пришли сюда. Они не совокупляются, они и так просто. Нет, они даже одеяло и показывают там, что-то он делает там, все это. Показать, что он готовит, чтобы у него все было надуто. Нет, чему-то все это видят, я вот почему-то это редко вижу. Это место блуда, прелюбодеяния. И все время едят и пьют. Вот сколько я захожу, начнешь говорить, даже по-хорошему бывает иногда, один из ста. Ну, я куда-то на работу спешу или куда-то. То есть, редко-редко, чтобы человек сказал, вот наконец-то я узнал истину, это Бог мне открыл. Тем более, у нас огромные ресурсы, вот этот YouTube. В YouTube, если вы зайдете, во свете Библии, Игнатий Лапкин. Это у нас там 14500 роликов, представьте себе. А вот такой вопрос, вот смотрите. Вы же не батюшка, правильно? Нет, у меня брат батюшка, священник, родной брат, протоиерей. Ага. Вот представьте, вы священник, да, батюшка? И вы ведете свой ролик на YouTube. Да. Это нормально? Ну, смотря что, чем занимается человек. У нас прямое указание Бога. Господь говорит, идите по всему миру. Не сказал, сейчас не заходите, рулетка. По всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, не будет веровать, осужден будет. Мы это и делаем, мы волю Божию выполняем. А вот если вы еще одновременно, типа там, рок-музыкой увлекаетесь? С чем? Музыкой рок. Музыкой рок. У нас этого нет и не увлекаемся, у нас это запрет. Мы строим православную деревню, у нас запрещено включать даже эту музыку. Хотя у нас вот девочка одна в общине, у нее больше ста наград по музыкальной. Она разные, такие высокие, ну, на соревнованиях там, где бывают они, музыкальные. Ну, в общем, у нас есть батюшка, да, вот у него, ну, как сказать, у него, типа там, гитарист, у него там рок какой-то, он сам песни сочиняет. Вот. И он как бы на YouTube там, ну, там просто снимает, так вот что делает там. Никакого рока не может быть, это от сатаны. Музыка хорошая, ты хочешь, посчитай, послушай, орган играет, страсти Христовы, Баха, Ягана. Есть музыка такая, ну, вот видите, Пятую симфонию Чайковского, прослушайте, Бетховена сказать. Сколько хорошего есть. Конечно, я не буду говорить, что Вагнера слушать или Скрябина. Нет, я имею в виду то, что вот эти всякие там, как там, вот раньше-то были, Агата Кристи, да всякие прочие вот эти. У нас этого нету. У нас запрещено, у нас устав в деревне, 40 правил. Все, там все сказано, чтобы не было этой рок-музыки и прочее. Запрещается брать там в арену. Я просто к тому, что сменился пот, он, короче, ну, бабушка, он приходил, он там иногда в конце службы играл там на гитаре, там, бабушка. Ну, а смотря что, вот у меня написано 3467 стихотворений, примерно 86 положено на музыку, их исполняют. Да какие там слова, там дрожит все. Нет, ну, есть-то нормально, а он как бы сам сочиняет и сам... Ну, я тоже сочиняю, я не сочиняю, они мне Господь дают. Я начальник детского лагеря, 45 лет был, и вот в лагере как? В отдаленном этом месте хорошо. Вот видите, выговорить рок нельзя, да? Нет, конечно, это от сатаны. А он сочиняет свой рок, и их там на рок-фестивалях их поет. Я не знаю, не слышал, я знаю, что это не его дело, он должен проповедать Евангелие. Вот мы пришли. Суть-то в том, что он занимает должность этого батюшки. Ну, мало чего занимается. Иуда занимал должность апостола, а Христа предал. Это ничего, нет. Ну, вот и, соответственно, когда ты знаешь, кто там, что там, ты даже к нему не пойдешь ни на исповедь, ни на исповедь. Да, не пойдешь, не пойдешь. Надо знать. Надо быть в курсе дела всего. Вот когда... Ладно, бабушки, они там не сидят ни в интернете, нигде, они ничего не знают. А когда ты все знаешь, ты не пойдешь туда. Да, конечно. Вот. А до этого батюшка был, он был нормальный, ну, как сказать. Все как положено. Вот вы, если на наш YouTube зайдете, во свете Библии, Игнатий Лапкин, вы там найдете все. Вот как мы строим православную деревню, как возрождаем землю, дороги, как молимся. Первый день мы храм построили. Да-то ладно, вот я понимаю, что вы такой, как бы, светлый человек. Вот. А вот знаете, вот есть такие, как сказать, сектанты, секты там, да? Да, да. Вот они типа что-то свое проповедуют. Так вот для этого мы и есть здесь, чтобы мы говорить. Вот пишет недавно доктор богословия Бочков Павел, а я Лапкин Игнатий. Там, говорит, бывает, что люди что-то не согласны. Но куда вы денете тысячи людей, которые через него пришли в православную веру? Вот у нас мы, я ходил с сектантами, встречался, сколько целой семьи баптистов пришли, стали священниками православными. Это самые лучшие священники. Они Писание знают, имеют страх Божий. У нас есть из пятидесятников, из менонитов, из баптистов. Мусульмане в прошлом году приезжали, крестились. Мы проповедники, Слово Божие. Для этого сошли в это ущелье мрака и тьмы, эту рулетку, чтобы людям рассказать о Боге. Ну, я думаю, вас немногие слушают. Один из ста примерно. Ну, это ничего не помогает. Ну, нельзя сказать. Вот я нахожусь здесь два месяца и десять дней. И уже у меня составлено двести, примерно, пятьдесят роликов. Ну, все составлено. Как? Вот беседую я. Вот мы с вами беседуем, это ролик будет стоять. Как мы беседовали, как говорили о Боге. Мы же говорим о добром. Ничего не показываем срамного. Понятно. Идите, ролики. Как говорите? А где ролики? Ролики я же вам насказал. Во свете Библии, Ютуб. Во свете Библии. Вот эта вот книга, вот она. Это православная Библия по благословению Патриарха. И вот Во свете Библии называется. Ютуб, Во свете Библии. Вы запишите себе. Игнатий Лапкин. Запишите. Во свете Библии. Там найдете много критических на меня. Нападают многие. А это не касается нас. Значит, мы угодны Богу, если врагов много. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. И он у нас сразу откроется. Если у вас будет желание поговорить отдельно, вопросы задавать, это по скайпу. Игнатий Лапкин. И с этой фамилией, именем я один на весь интернет. Да, да, есть такой. Так, а если вы напишите во свете Библии и поставите слово сайт, тогда зайдете на сайт. Я лично считаю, такого сайта нет в интернете. Это огромный. Там 38 моих томов, книги, какие у меня вышли. Наша миссионерская поездка из Барнаула до Владивостока, потом до Лиссабона, Португалия. Прошли Скандинавию, Прибалтику, 650 городов. И во всех городах библиотеки я дарил полный комплект своих книг. Мы подарили на 35 миллионов только рублей. Книги, которые возрождают души людей. Там ответ на тысячи вопросов, которые я вел занятия в университетах, радиопрограммы, за границей много проехали. По Америке пришлось ездить. Посмотрите, мы давно в интернете, правильно? Ну, 9 лет ушло на то, что я написал книги. 9 лет без выезд. Каждый день с выходными. В среднем 14,5 часов. Но вас все равно, как бы взрослые, вас все равно не видят. Не все владеют интернетом. Ну, конечно. Но вокруг меня целая команда, которая помогает. Программисты высокого уровня очень. Высокого. Ну, они для ненадежи в основном. А взрослые не все там платят. Ну, я не понял, как ненадежи. Это братья наши, верующие во Христе. Христиане. Православные. У них командировки там то в Москву, то куда. У нас люди очень высокие. Они учатся все почти с красными дипломами. Ладно, такой вопрос. А почему сейчас некоторые попы там ведут себя, как буржуи? Я еще могу сказать. Горе наше. Об этом патриарх говорил. Горе, Господь говорит, через кого приходится обладь. Лучше бы мельничный жернов повесили, его глубине и морской потопили. Я это отлично знаю. Ну, что мне смотреть, когда у меня свои... Говорят, что смотришь на сущего в глазе брата, а бревна в своем глазе не чувствуешь. Тут своя лесопилка. Потом мне некогда смотреть. Но говорить я говорю. Писал послание патриарху, в ООН писал. Мне за это пришлось дорого заплатить. Я пять тюрем прошел только. Но все равно все же. Понятно, что кто-то там ничего не видит, а кто-то прямо сидят как там буржуи. И они... Такое ощущение, что это мафия какая-то. Именно так и есть. Вы правы. Газета «Известия» писала. Самая, говорит, опасная мафия церковная. Вот меня спрашивают. Я выступаю, там радиопрограммы веду, там в Академгородке Новосибирском научном. И говорят, ну вот если бы вас выбрали патриархом, что бы вы сделали? Я говорю, у меня очень четкая программа. Первое. Прекратить строительство храмов и рассчитать все, где брали в долги. Второе. В первый же день я открываю тысячи училищ христианских. А где вы учителей возьмете? А я уже договорился. Я не просто говорю, а договорился. Это все за один день. А потом? А потом к вечеру спрятаться, иначе тебя как церковная мафия убьет. Потому что приток денег сразу бы упал. А они этого не... Вот у нас церкви, мы православные, у нас митрополит служит алтайский. Вот. У нас нету никаких копеек, ни за свечи. Десятины покупают деньги, воск льют. Ни за крещение нигде нету. Деньги вообще не появляются. Мы отдельно зарегистрировали общину крестовозвиженская. Мы в близких отношениях с мусульманами, что проповедуем им. В доме мулы ночевали, дорогой ехали. Сейчас даже свечки стоят, я не знаю, минимум 50 рублей. Не рубли, а у нас стоят свечи чисто восковые. Церковная – это мерзость. Они из всякого парафина, сирозина глаза выедают. Они должны быть как... Знаете место Дивеева? Конечно. Серафим Саросский говорил, свеча должна быть чисто восковая. Как пчела летает со цветка на цветок, так мы собираем добродетели. У нас если свечи отливали, а чтобы они не застревали, парафином там маленько подмазали, чтобы она выскользнула, мы все свечи забраковали. Только ходить куда-то, в туалет или к скотине. У нас даже миллиграмма нету свечи, кроме воска, с пасеки взятого. Это можно сделать? Вот говорят, патриарх сказал, что надо учить людей, потом крестить. Ну хотя бы две беседы, минут по 20. 22 беседы за священниками забунтовали. Зачем две? Деньги. А у нас вот в общине человек, что перед тем крещением проходит 500 часов, 500 часов занятий идут в университете. Я в пяти институтах одновременно вел занятия. Это что? А где еще так? Нигде больше во всем мире нету. А почему мы божьи дети, мы должны делать как Бог заповедовал. Вот сейчас у нас семь вселенских соборов и девять поместных. Я подвел, работал три года над этим. 719 правил, которыми регламентируется церковная жизнь православная. 413 правил ежедневно нарушаются в церквах. Погружения нету. За деньги. Это все Богом отвергнуто. Все должно быть бесплатно. У нас едут в озеро, и там еще экзамен проходят. Допустят или нет? У вас-то да, бесплатно. А я имею в виду, а везде это все платно. А везде платно. У нас в церкви нету ни торговли, с тарелкой не ходят. Ничего нету этого. Совершенно нет. А? Где это? Алтайский край, город Барнаул и поселок Потеряевка. Мы деревню с нуля строим, православную. Мы впервые с человеком говорим, он должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. А тогда он должен подумать, как построиться. С нуля получили землю, зарегистрировались в отделе юстиции. Это маленький клочок земли. Микроб один, молекула одна. Но уже мы показали, что можно делать. Вот я вижу, не так делают. Вот конкретно. Ну не знаю вам, как это. Ну говорят, а вот вы знаете, всю прессу, всю юриспруденцию, евреи захватили, евреи, евреи, все, бороться с жидами надо. Я соглашаюсь, надо бороться. А как? Я говорю, оружие одно, любовь. Вот ко мне привезли еврея, он стал православным, Наум Израилевич, и сейчас священником, около патриарха грузинского. А вот мусульмане, да они теперь в Москве все согласен со всем, я не спорю. А что вы сделали, чтобы по-другому было? Я им проповедую, мусульмане приезжают, крестятся, православными делаются. А вот КГБ все задавило. У меня следователь КГБ обратился и стал священником. Я тебе поконкретно. А детей 3 миллиона беспризорных не опровергаю. Нургалиев сказал, министр внутренних дел. Я говорю, а что ты сделал? А что сделать? Вот конкретно я говорю, мне Бог положил на сердце, как тебе. Это беда. Я организовал, Бог через меня. Лагерь православный, один на весь Советский Союз, в 1972 году. Я 45 лет начальник детского лагеря, ни рубля государство не дал, а только гнобило нас. И тысячи детей подняли. От нас дети уходят, ни один не попадает под дедовщину. Неразведенных браков. Но тут ты должен со всей любовью трудиться. Вот сейчас я хлопочу. Мы теперь, где сами построили, а то же тысячи детей подняли. Это нигде больше никто не делал. И которые помогают люди, стряпают, охраняют детей. Надо, чтобы интересно было. Из года в год приезжали. 5-6 раз в день купаются. Какие спортивные площадки? Собираем ягоды. Плавают на лодках, на лошадях. Это новое поколение. У нас лозунг в лагере. Россия должна встать. Второй лозунг. Россия это мы, дети. Вот такие вот. Россия это мы. Вот такая Россия. Так вас мало? Мало. Так а почему ты не делаешь это? Будет больше. А если открыть тысячи две лагерей, уже о миллионах пойдет речь. Вот говорят, много преступности. Согласен. А что сделал? Ничего. Я иду и работаю в тюрьме. Повторяю. В университетах. Везде бесплатно. Я нигде ни рубля не получаю. Для Бога. Мы пример оставили. Я работаю в одной такой тюрьме. 18 лет иду по камерам. А преступники знают. Я зэк. Я прошел тюрьмы. Я знаю, о чем они думают. Как они меня принимают? Они попа так не принимают. Они ждут меня. Я выступаю по рации. Они выходят из тюрьмы. Меня в городе ищут, где я живу. Отблагодарить женами. 18 лет. В одной тюрьме только. В смысле в зэк? Не понял. В зэк? Да, я был. За слово Божие. Статья 193. Что означает? Она означает. Так, нас по политической статье вели. За веру их как не сажали. Вот 142 статья означала. Мы молились в неположенном месте. То есть отдельно дома молились. А эта статья политическая означает распространение заведомо ложных измышлений, порочащих общественный, государственный строй страны. То есть я говорю, гонения на верующих, они говорят, не было. Я говорю, раскулачивания было. Не было. А потом все каялись. Да, я отбыл срок, я вернулся, реабилитирован. Реабилитирован. Полностью. А у меня изъяли в панатеку самую крупную почти. Я впервые в мире насчитал архипелаг ГУЛАГ, Библию, Златоуста, Житие Святых. 50 книг. А это оценено было 11 миллиардов стоимость. 11 лет шел в суд, я его выиграл. Заплатили одну двухсотую часть. И в городе Барнауле мне дали в центре города два дома. Подписал суд, там, мэр города, где у нас люди, как общежитие может быть. И тут церковь образовали. Это Бог делает. Моего тут ничего нет. У меня нет специального гуманитарного образования. Я технарь. Но Бог это делает. Бог ему слава. Он избрал меня негодного. И сделал, что хотел. Вот вы если зайдете на сайт, на наш, на сайт. Это я, ну, YouTube дал. Там у нас 14 700 роликов. 500. 14 тысяч, понимаете? И все по плейлистам. Это вообще такого нигде в интернете больше нет. Мы ничего не слепляем. Вот как говорим, так и выставляем. Чтобы люди видели, что в этой обстановке, раздрае, можно жить. Вот вчера один взошел. Я к вам так относился. А сейчас просто мне противно стало. Почему? Вы Путина поддерживаете. Я говорю, а как? Ну, вы сказали, что молитесь за него. Так-то мне повеление Божие. Молиться за стареет начальство. Как я его поддерживаю? Что народ в бедности, что аборты делает. В этом я его поддерживаю. Я Рамзана Козырова лучше поддержу. Он запретил аборты. А у нас в стране за перестройку 120 миллионов. Государство внутри утроба убили. Я ничего не добавляю. Я о Путине молюсь. О, слушай, как я молюсь. Я молюсь, Господи. Коснись сердца правителей. Вразуми их. Дай им страх твой смятой. Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Порошенко. Александра Лукашенко, Эрдогена, Эрдогена, это турецкого-то, Нурсултана Казахстана. Я повторяю их имена. Как я поддерживаю? Я молитвой пытаюсь повлиять на них, чтобы они другими были. Мои книги видели в библиотеке у Путина. Ну, это все понятно. На росту все равно. Ну, все сделаешь, дорогой. Ну, давай вместе делать это. Вот вы узнали про наш сайт. Другим скажите. Сайт. А в сайте вы найдете книги, начитанные 50 книг моим голосом. Перепиши, дорога едешь, наушники слушай, Библию слушать будешь. Златоусток, каноны церковные. То есть у нас сокровище неоценимое. Притом, фильмы о нас сняты государственно. Один фильм «Причустия» занял первое место на международном киноконкурсе. Второй фильм о моей биографии первое место в России занят. Да, но я в Москве. Мы для Бога это делаем. У меня от этого ни копейки нигде нету. Я посмотрел, как бы там. У меня вот богатство. Подарили мне маленький телефончик. Но я нигде не звоню. Только мне звонят. У меня нечем платить. У меня пенсия за 35 лет стажу трудового. 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Сегодня. 1 апреля. Академия. Академия. Ну, ты же минималку подняли. Да. Ну, подняли. Вот с поднятием минималки вот столько есть. Пока еще не получал. Так я 35 лет работал. Но мне, по моей специальности, я прораб. Мне не давали работать. Я только должен быть в неведомственной охране в том районе, в котором сам живу. В железнодорожном районе города Барнаула. Но через это Бог открыл мне. Каждый месяц я веду занятия со всеми офицерами. Это Бог делает так. Ну, ладно. Ну, храни вас Господь. Во славу Божию. До свидания.